не докладывает кто-то еще придет, не придет, вы не знаете хорошо у нас пятый перег приближаемся к его завершению я напоминаю всем, что хорошо подумать я говорил один раз, много месяцев прошло я предлагаю еще раз хорошо подумать и предложить какие-нибудь идеи а я могу выбрать из них или предложить свою другую чем мы будем заниматься после завершения переговора потому что мы сейчас в конце пятого переговора остался еще один это еще не завтра, не послезавтра но мы уже видим конец уже все, еще один переговор то есть я не знаю как это получится я думаю несколько месяцев займет судя по нашим скоростям там в шестом переговоре конечно одна вишна это огромная первая одна из начальных 48 путей по которым Тора постигается так 48 уже надо разобрать но я не знаю как мы будем разбирать медленно, быстро сказал слово сказал 48 путей но видно что осталось не так много у нас и чтобы продолжать хорошо дальше лучше уже подготовиться там может книги надо купить или что-то в общем давайте я хочу услышать ваши какие-либо предложения более досягаемые если можно после этой книги все уже становится досягаемым так хорошо так что творческие споры давайте потом и это хорошо потому что у нас мишна ютет надо ее закончить нам сегодня не всю к ней отдельный кусок там определенный большой это как введение такое потому что мы там это после птихата или явы введение в некоторые нужные всякие есть садот которые надо понимать прежде чем двигаться дальше потом подумать как мы дальше будем двигаться в общем есть чем заниматься беседор о той книге я там расскажу так значит не надо не переводить не читать читали несколько раз значит мы начинаем от Авраама качество Айн Това Веруах Немуха Венефиш Ихана Миталмидавшил Авраама Вину и тогда мы видим что Айн Това это высокоочек да глаза Айн Това все понимают что здесь не просто анатомия Айн Това Веруах Немуха Венефиш Ихана значит мы Нефиш все знают что это нижний этаж души Руах это второй этаж души Айн над этим стоит и все пять этажей в себе содержит немножко смотрите Айн это источник всего источник всего например сам Айн Гематрия слово Айн если вы посмотрите это 130 самого слова Айн это 130 Айн Юд Нуд вместе 130 130 это пять раз имя Кадош Бару 26 Гематрия нужно как бы это все помнить всегда чтобы это легко было 26 умножить на 5 130 это Айн значит получается что все пять этажей это Айн а в нем еще мы выделяем что как у человека он строит свои этажи значит по отношению к миру в котором он живет мир Асия это Нефеш Фейла это означает что он знает что это необходимо он все в материальном мире он знает ему необходимо для чего-то другого не будет кушать плохо будет не будет пить плохо будет но не так что вот это самоцель поэтому называется Шафель он ставит это на место невысокое в системе приоритетов мы бы сегодня сказали что Нефеш Фейла значит это не самый высокий это подспорье для других его дел в жизни Рох Немуха Рох это эмоциональная часть и Рох это эмоциональная часть и такая которая человека куда-то направляет на на оценку что такое хорошо и плохо и так далее и дальше его голова начинает работать так Рох Немуха здесь уже не разбирать отличие от Шфейла в данном случае Рох Немуха означает что это оценка и всего себя эмоциональная невысокая не незаниженная это нельзя а невысокая это значит что он нет Гава Рох Немуха это эквивалентно когда нет Гава когда есть Рох Лоны Муха это Гава называется вот это тоже очень важная вещь и над этим Айн Това весь Биньян вся его душа положительно смотрит на мир положительно смотрит на все все пять этажей Айн Това это Айн то что мы уже знаем обратное что будет обратное вы уже легко догадаетесь Айн Раа все пять этажей в минус смотрит душа большая в Биламе помните выше чем у Маширогей почти вся направленность была на Раа не сделать хороших в мире а свои личные интересы других нет Руах Гвога тоже понятно что такое Руах Гвога обратное то есть Гава а нефиш Рахава это Рахава это все что в мире я могу прихватить я прихватываю я увеличиваюсь это моя цель и все наоборот становится и примеры в том отрывке недельной главы Балак там где рассказывается про Билама все это можно видеть если внимательно читать то тогда есть такие качества задается вопрос сейчас который я еще в начале сказал очень странный вопрос какая разница между ними и что их отличает это странно только что написали что у этого одно а у этого другое что же их отличает тогда ответ один ответ простой очень на поверхности это у нас в Мишне говорится пожалуйста отличает их результат жизни в самой жизни не ставить запрос мы видим как живет последователь Авраама как будет жить последователь Била но в чем их отличает отличие будет это в результате что там последователь Авраама Авину они пользуются плодами в этом мире своей духовной работы то что у них нефиш такое то что руах такое то что айнтова то есть плоды этого потому что плоды они в керен что такое плоды это значит что ему присылают в этот мир всякие вещи только плоды он присылает допустим что он съест яблоки это не обязательно что ему будет удача что он книгу купит какую-то значит ли это что он уже в будущем мире не имеет награду он уже ее поменял на эту награду ни в коем случае это только пейрот это не керен то есть керен накапливается по мере духовной работы человека митзвод филот каванош масим тавим всякие все это керен увеличивает то есть как в банке накопления каждый день ты заработал идешь в банк сдаешь сумму и все а пейрот означает что чтоб ты жил тебе присылают сверху как говорится потенциальный процент этого керен ты должен приходить ты должен кушать здрасте проходите проходите вот то есть ты должен кушать ты должен что-то делать тебе присылает пейрот ты получаешь удовольствие купить хорошую сетку это удовольствие так тебе это нельзя сказать что тебя лишают удовольствие вся жизнь сплошной будет неудовольствие все плохое так не может быть должны быть хорошие вещи но они бэггедр пейрот а не керен очень важно потому что пейрот пришли ушли все прожил человек нет человека керен то что его оценка пейрот это не его оценка пейрот это по ходу дела только такое проходит что у нас еще можно мы еще не закончили мы еще продолжаем пока вот так что мы имеем еще кто-то так что мы имеем что значит последователи Авраама они получают эти пейроты по ламгазе есть пейроты есть всякое удовольствие и то и прочее но нахала то есть наследство сейчас слова тоже очень подобраны интересно сейчас объясню наследие это кув кавбет внизу страница кув кавбет нахала баулам габа посмотрите тут не говорится про пейрот и про керен это я вам все сказал а говорится так охлим баулам азе я просто забрал что можно леохон так телефоны все нужно выключить все телефоны выключаются значит охлим баулам азе это пейрот а нахала это то что можно передать дать наследство передать кому-то так они получают это как бы с неба им откладывают откладывают это и они потом когда входят в алам аба они получают это как наследство вот тебе твои чемоданы вот ты накопил все это за твою жизнь вакаша ты получаешь природ не сохраняется и в наследство нельзя их передать потому что то что не сохраняется не можешь дать наследству даже деньги нельзя дать наследству то что думаешь что когда ты даешь деньги деньги можно проесть пропить и все что угодно деньги могут исчезнуть что же передается в наследство на земном уровне? только земля только участок земли это можно передать по английскому называется real estate estate это имущество а real это реальное все остальное это просто estate estate это денежные фонды и прочее но это нереально банк сгорает, это то, неизвестно а земля с точностью до каких-то космических уже знаете, катастроф земля реальная, вот она здесь и она никуда не добавится поэтому ее передают в наследие и это Нахала называется, поэтому люди называются Митнахалим, это те кто вступает во владение наследия которое Всевышний дал, поэтому это называется Митнахалим значит здесь говорится там real estate там настоящее то, что ты получаешь Шенеймар и теперь доказательства из Мишлей Лианхил, Охавай, Еш у меня есть дать из Ишаяуа, я извиняюсь из Ишаяуа значит у меня Лианхил, Охавай, Еш значит у меня есть Всевышний говорит, да Лианхил дать наследство вот это real estate тем, кто меня любит кто хочет быть со мной кто это, это Всевышний, те кто меня любит кто Ахавай, это всегда быть вместе хочет быть со мной у меня есть, им не есть что им дать этот real estate имеется у меня в ОЦРТГМ ОМАЛЭ а их сумки и чемоданы пока они живут у них есть ОЦРОТ ОЦРОТ это дом это счет в банке это холодильник у меня АМАЛЭ я могу наполнить холодильник будет полный в банке деньги будут книги у них будут но это перо их нельзя никуда в Алама Бата не возьмешь ни холодильник даже книги нельзя взять в Алама Бата только можно свою работу над книгами цифрекодыш пирож в Алама Бата а сами книги даже их нельзя взять так что их только можно дать чтобы это было МАЛЭ но взять с собой нельзя отсюда в Талмуде говорится что Еш это 310 гематы и что Акадош Баругу дает людям, которые стремились в жизни к нему дает 310 этажей где они могут существовать такое они во дворце из 310 комнат залов или этажей находятся а почему 310 потому что это только говорится в Талмуде что никогда человек не может получить больше половины тому что хочет ему надо и так далее а хочет человек 620 а не 300 он получает 310 это уже высший предел и того меньше хороший человек получает 310 а максимум теоретически который никто не получает все только максимум 310 могут это 620 это все 613 частей высших миров они же Митцвод 613 и еще 7 как вы знаете Мидарабанан они тоже с неба пришли это не просто так только 7 у них так всего 613 7 620 половина 310 вот тебе половина получаешь это хороший человек получает Валам Аббад высших миров 613 или 620 в этой системе на них нет сколько там номеров но в этой системе 620 613 плюс еще 7 а получаешь половину значит 310 это уже хорошо у них тоже есть реал эстейт но этот реал эстейт находится в мире который называется гейгином гейгином гей это долина некоторое то есть пространство некоторое причем невысокое ведь и не этажи а плоское только пространство и что там в этом пространстве ты не можешь никуда подняться там нет возможности подняться когда который прощает или там как-то другая схема некоторая то человек его душа может пока он находится в гейгином суть что нельзя подняться гей это долина то есть ровное место а гейнам как знаете где много шума а толку нет вот так можно это слово понять где долина где много шума все шумят а толку нет гам это гейнам гейнам много шума а толку нет и малая сума долина 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 да но еще это значит они получают риэл эстет они хотят тоже чтобы есть риэл эстет тоже вот тебе территория вот тебе 100 квадратных метров можешь там жить но по вертикали они ищут юрдил бэээр шахат бэээр это дословно колодец глубинное место такое а шахат это где все испорчено все неправильно то есть они находятся в этой долине и уже плохо нельзя подняться никак и шахта да как-то я помню на уроке в Петахтике сказали что шахат это шахта в шахту спустились но правильно но без русского языка это значит что душа находится очень глубоко внизу в компании испорченных полом обломков всяких среди обломков не среди чего-то цельных и там только после всяких текуними и прочее когда-нибудь могут быть изменения но нельзя же это в Тегилим говорится там где день там где суд ты опусти их в этот колодец почему мало ли что там кто-то говорит опусти их почему может человек должен обосновать такое дело это дави домел это он должен обосновать они люди которые стремятся к уничтожению других кровь они люди которые проливают кровь умер которые жулики обманщики и тогда не надо даже им половина жизни достаточно меньше половины вот и это перекликается что другие люди которые хорошие получают половину это высший класс получат половину 310 правильно а эти логи не получат половину ванев так это просто конец цитаты а я на тебя полагаюсь говорит Давид Амелов потому что он же не мог о себе сказать что я получу вот эту половину или что он он я не знаю они боты я надеюсь что мне то что будет положено я получу надеюсь на хорошее про них я вижу что они занимаются кровопролитием и жульничеством значит они не могут получить половину а я полагаюсь на тебя то есть он не просил что я получу половину он сказал что я полагаюсь на тебя так теперь возвращаемся еще раз значит как вы видели вопрос казалось бы лишний но мы ответ получили какая разница между последователями Авраама Авину и Белама и какая разница написана какая разница ответ какая разница в результате их жизни в награде или что то другое вы поняли с другой стороны все равно почему тогда не сказано прямо почему не сказано какая разница тут говорит так смотрите вторая строчка сверху на кув кавбет надо было тогда это понятно а здесь все таки вопрос какая разница между ними и этот вопрос совершенно странный потому что нам только что обрисовали совершенно разные подходы к жизни поэтому мы должны понять еще что нибудь еще один слой какой-то в этом деле что я хочу предложить вот такой неожиданный поворот что разница между ними не в том что одни имеют вот это все высокое как в рамовину в смысле высокое духовное айн това и руах немуха и нефеш швила а те значит низкое это значит айн раа и руах дуга и нефеш рехава это вопрос не может быть задан какая разница потому что это нам уже сказано а разница будет очень неожиданная потому что и учеников последователей а в рамовину у них тоже есть и качество в рамовину сейчас мы поймем и качество белом и тогда только мы поймем а какая же разница тогда будет все понятно разница в результате будет итоги жизни будут очень разные но у них есть и это и это как это может быть значит про рамовину нам все ясно теперь посмотрим как у хороших людей могут качество бела как это может быть и очень неожиданно будет айн ра есть у хороших айн ра не должно быть оно есть есть правильно только к чему к тому что он видит себя не через глаза что все что все отлично все прекрасно нечего улучшать все просто лучше не придумаешь он видит что нужно литокен что нужно исправить что нужно улучшить потому что у него есть потенциал видит недостатки только свои очень важно дело в том что если кто не видит своих недостатков это точно так же обратно зеркально у последователя билама у них точно те же качества будут как и авраама только по отношению к себе на себя у них будет айн това на себя у них будет вот это а по отношению к другому у них будет айн ра а здесь зеркально наоборот значит мы видим что айн ра нужен для того чтобы видеть недостатки свои рух гевога высокомерие так сказать знаете высокое это зачем нужно кажется тоже нужно по отношению к тому что ты еврей который имеешь возможность у них так сказать слова неправильно уникальную то есть ни с чем не сравнимую возможность быть вместе с творцом мира причем известно что это так и известно что это есть и что это будет и что все это написано расписано как и что пожалуйста ты хочешь кому-то рассказать пожалуйста тебе есть что рассказать кому-то ты хочешь сказать себе пожалуйста ты есть что себе то есть совершенно невероятная заслуга которую мы получили благодаря Аврааму Цхаку Якову Каждый еврей это имеет. Так это руа к Богам. Это нужно этим гордиться. Это предмет гордости. То есть что не собой гордиться, а тем, что ты часть народа, ты можешь гордиться. Народа, который Ашем Бахар, чтобы так сказать, для Кшим, это Тора Баалам Гази. Это уже есть чем гордиться. Теперь у него был Нефеш Рихава, у хорошего человека тоже будет Нефеш Рихава. Эйнбаяс Нефеш Рихава. Нефеш это материальный мир. Нет проблемы с расширением в материальном мире. Только со всеми другими. Значит, у тебя дома 100 к сифре и кодыш, должно быть 200. У тебя дома ты сделал что-то хорошее, ты дал 200 шекелей, но ты хочешь стремиться. 300, да? Ты все время недоволен, ты хочешь в этом мире материально, совершенно материальный мир расширяться. Вот вам ученики Авраама, последователи, которые имеют качество Белама. Тогда вопрос, а какая разница, если мы видим, что хорошие люди имеют и качество Авраама, и качество Белама, какая разница между Авраамом и Беламом, всех те же самые качества. результат Белама видно, потому что качество совершенно в разных направлениях ты направляешь. Тот направляет хорошие вещи на себя, а критику по отношению к другим, а ты наоборот. Это уже совершенно другая разница. Хотя те же самые качества, если так взять, механически их разбирать, это и там Айн Това, и там Айн Ра, у каждого человека должно быть и Айн Това, и Айн Ра. Важно, куда ты это направляешь. Тогда вся вишна теперь у нас, я бы сказал так, разглаживается, становится более полной, и вы бы из Раташе можете это повторить дома, и вспомнить эти несколько слоев, и получить представление, это очень такая центральная вишна, очень большая, очень много здесь всяких и судьбов. А мы с вами идем дальше. Иуда бен Тейма был у нас учитель вишны Тана Иуда бен Тейма в Талмуде несколько раз встречается, и всегда какие-то у него емкие такие высказывания, и он из очень первых, знаете, времен Гилель, Шамай, вот примерно такие, я вам может немножко ошибаюсь, но примерно вот из первых поколений наших виштелей мы мерим все от Гилеля и Шамая. Иуда бен Тейма Мер, что он говорит? Эве Аз Кинамер Значит, ты должен быть сильным, как намер. Аз это сильный? Аз это сильный, крепкий, сильный. Аз Аз это наглые, наглецы? Ну да, они должны, потому что их нутро, значит, вместо того, чтобы идти на внутреннюю духовную вещь, они идут на то, чтобы разрушать, называется Аз. Аз это хабавитый? Да, но это же уже в экспрессиях русского языка все. Но, сущностно, у нас Аз так что мы видим, что это хорошее качество. Аз это крепость, сила. Идти на пролом. Если человек с людьми так идет на пролом, так это хам получается, невоспитанный и все. Но если у него внутренняя духовность сильная, то это хорошо. Поэтому любое слово может хорошим, плохим. Здесь нам говорится пока что Геве Аз Кен Амер. Ты должен быть такой, как тигр. То есть, сильный очень. Векаль Канешер. И ты должен быть легкий на подъем, как орел. Вдруг срывается, сидит на скале, вдруг там видит кого-то, кого может схватить и принести, легкий, как орел. Тут же срывается, не ленится, сразу полетел. Рац Кацви. Скорость должна быть как у оленя. Быстро перемещаться. Вегибор Каари. И силой величия устойчивость. Гура это много качеств. То есть, устойчивость, сила, величие. А Ари это Мелех Аф. Мелех Афайот, как говорится, царь зверей. То есть, это такое дело. Четыре качества у нас есть. Аске намер, калька, неше, радска, цви, вегибор, каари. Зачем это все нам нужно? Ласот, рацион, авиха, жеба, шамая. Чтобы выполнить волю Всевышнего, потому что все эти качества нужны, без них у нас не получится. У человека есть лень, у человека есть слабость, у человека есть переориентация, так сказать, то сегодня он так, завтра он так. Система приоритетов не может выбрать. То ему это нужно, то другое. Неустойчив, слабость внутренняя, энтузиазм есть на пять минут. Как спичка, зажгла, а сколько спичка горит. Это не будет у него качества Геборг и Арида. И так далее. То есть, тут это мы все, евреи, когда-то еще в Москве, так сказал, это мы все специалисты, значит, у нас профессия это бег на стаирские дистанции. Это не стометров, как евреи. Это у нас, и как народ у нас запущен на четыре тысячи лет. Это у нас программа такая. Это не на раз, 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 там спичка, зажег, энтузиазм, доволен, все. Это нужно. И это совсем те, кто занимается, занимались спортом, как бы немножко занимался, я знаю, совершенно разные качества и совершенно разные тренировки, и совершенно разные подходы между спринтером и стаиром. Тем, кто бегает сто-двести метров и тот, кто бегает пять-десять километров, не говоря уже про марафон. Совершенно разные, там нужно выдержать, там нельзя помчаться, ты должен идти и бежать, и бежать, и бежать, и бежать, пока не добежишься. Так это здесь написано. Иначе не получится. Ласот, рациона, виха, шабашамам, или мы говорим о себе, ласот, рациона, вину, шабашамам, это старская дистанция. Тут еще продолжение, оказывается, в этой же мечне, это другая, каждая книга по-разному делит эти мечне, сейчас неважно, прочтем здесь, чтобы порядок был. Ухая, омер, это, хотя, это другая мечна. Аспаним на гейном, если человек, вот то, что ты спросил, аспаним, если человек хам, наглый, так это куда, это будет плохо, потому что наглос он все крушит, он всех расчищает дорогу себе и все, вот ему так дадут то, что он хочет, и хочет, чтобы все было ровно и прочее, значит, только что мы говорили что-то как гейном, пожалуйста, никто не будет мешать, никакие горы не надо преодолевать, все будет ровно и красиво. Долина ровная, бесконечная, которая называется гейном, откуда подняться никуда нельзя. Убошит по ним, да ганеден, есть человек скромный, больше по ним здесь переводим как скромный, который человек стеснительный, то есть не наглый, все, он не лезет, он себя сдерживает и все, у него есть шансы, ганеден, у того есть шансы, это же не все в жизни, у того есть, если он не исправит себя, это будет гейном, если этот будет так все вести, то у него есть шансы, ганеден. Ира цон фанеха, вот так заканчивается здесь все понимают это все вдруг только после всего этого конец ирацон чтобы ты построил твой город то есть Иерушалай быстро уже в наши дни чтобы мы были частью изучения Торы выполнения Торы а то можно мимо знаете может жить в Иерусалиме и не знать что это Иерусалим может жить в Эрицесуэле сплошь и рядом это реал эстейт начинается это просто та страна здесь вроде лучше здесь хуже нет пожалуй я здесь выберу то есть рассматриваешь как любую другую страну а то есть ничего не понял так он говорит Иерацион чтобы ты построил это все и дал нам Хэлэ в этом деле чтобы мы частью этого были Да, но мы с вами будем первую часть Разбирать Еще раз И мы уже знаем К чему надо быть Аз Кенамер Ви Аз Кенамер И вот теперь мы немножко иначе Это поймем и надеюсь хорошо Первое слово Аз или Оз Вот это корень Айни Зай 77 И те кто занимались уже у нас Помнят уже 12 лет назад Мы говорили об этом Потому что я начал Тегелим это рассказывать А это уже минимум 12-13 лет назад Что Слово Оз или Аз Быстро прошло А помните Мы в ноябраке начинали Теперь уже дошли до 98 по-моему Заканчиваем 97 Мы уже дошли до 97 первых За 12 лет То есть мы Не просто Зря там учились Посмотрите сколько мы Как мы энергично продвигаемся Вот Но уже там было 12 лет назад Что Оз нужно видеть Есть же разные силы Кох это тоже сила Есть всякие там Гвура Всякие силы у нас есть Здесь Оз это всегда сила Как ты знаешь Направление 7 Число 7 означает цель Направление Акадошбару 6 дней делал мир Что был 7 день У нас есть 6 ферот Которые рабочие Хесет, Гурат и Ферет Неца, Гот и Исот Чтобы вместе Как единое целое Они работают Для того Чтобы Малхуд Было выстроено Как следует Все Малхуд Было построено Это я к Пуриму Веду Пару слов Пару слов Скажу с вашего Разрешения Про Пурим Потом В конце Педагогтикой Мы занимаемся Больше Читаем Но здесь Я просто Несколько слов Скажу Так Так вот Это цель Значит Поэтому тут Гв Чтобы цель У тебя была Что ты Так сказать Шел к цели Как тигр Если тигр Наметил себе Что он хочет Эту лошадь Съесть А лошадь уже от него Не убежит Он очень настойчивый Так Потом мы еще что-то скажем По поводу тигра Он же леопард Намер Более точно может быть Как леопард Это неизвестно Не имеет значения Теперь что такое Векал коннешер Значит ты должен быть легким Значит цель у нас есть уже Есть Вот эта цель Прекрасно Не просто цель У нас 70 Есть Не только 7 Но 77 То есть у нас цель есть И на Духовном уровне Теперь Чтобы достичь цели Ты должен быть Кал коннешер Теперь Кал коннешер Вы уже легко догадываетесь От той предыдущей мечты Кал это 130 130 Это 5 раз по 26 Это не игра в арифметику 26 на 5 Это 130 А мы уже объясняли Там где Айн Тоже гематрия 130 Сегодня в начале урока Мы объясняли Это значит что Все 5 этажей Души человека Да В душе 5 этажей Душа это свет Который Внутри Снаружи человека Внутри 3 Снаружи 2 Обволакивает Все 5 этажей Души человека Они должны Стремиться Как одожь Барагу То есть Они должны вместе Как ансамбль Играть Квинтет Такой Извиняюсь Это глуповато Квинтет Такой Который Играет Эту мелодию Вместе Все Потому что Все эти этажи Души Они чуточку Различные У них кажут Свои задачи Если они не будут Играть как квинтет Они очень быстро Например человек Я вам даю Неожиданный пример Сказать Я буду про нефеш Говорить А я буду говорить Там про нешама Нешама Там где сехал Ум Третий этаж Там где сехал Ум Человек Есть люди Которые очень умные И Ум очень развит Но они При этом У них нет эмоций Они Сухие Понимаете У них только От ума Все Философия Они философы В таком смысле В реальном Я не говорю Там филоболту Это не филоболту В реальном Они думают У них нет эмоций Связи с народом У них нет Нефи Желания Шоперализовать Они митцвод Поэтому Не хотят Соблюдать Они философствуют На высокие мотивы Взяться за митцвод Ищут Гидур В той митцве В какой-нибудь Другой митцве Каждый там Своё Один в этом Чем-то Другой в другом Невозможно Всюду Легадер Всё Но Кажется Что-то Где-то Чтоб Нет удовольствия Что-то Подвинтил Какую-то Гайку Получше Немножко Это в области Нефиш В области Руах Нет эмоциональной Связи Равнодушие Всё равно Но Когда начинаешь Говорить Перед тобой Мыслитель Философ Думает То-другое А вот Связи Нет Поэтому Даю такой пример Я вам говорю Любой пример Все пять Этажей Должны Не работают Вот Ну в общем Такой я взял Пример Так этот Значит Так вот Когда они Все работают Человек становится Не устает И всё горит У него Все эти Пять этажей Нужны И нефиш И руах И нишама И хая Энергия у него есть Да Всё играет Всё хорошо Нет усталости Как ниша Как орёл Который Видит там Какую-то мышь Или кого-то Раз И сразу Полетит Второе Качество Третье Раз Почему Должны Бежать Куда-то Если у нас Есть цель И мы Легки На подъём Значит ли это Что мы Автоматически Будем Бежать Я Лёг их На подъём А тут же Вскочил И пошёл В развалочку Не торопясь Но я иду Цель у меня есть Я не лежу На печке Правильно Я не ленивый Это Калькенеша Тут же пошёл И так Не торопясь Как говорится Когда-нибудь А ещё Пришёл Равес И сказал Что мы Стайры Стайры Но я не сказал Что мы Ходим пешком В развал Бежим Надо бежать Просто нужно Иметь силы Рассчитывать На Рассчитывать На Стайры 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 Это очень важно Полно людей Я знаю Которые Знаете Как стометровка Пробежал И упал Знаете Фотографию И упал И всё Ну может быть Стайры тоже падают Но он после Десяти километров Падает А на это Против Стайры После ста метров Уже Уже лежит Ему легче Ему легче Ему лучше Он пришел В этот мир До рождения Он знал Всё После рождения Родился Ноль Эфис Уже Только остались Какие-то далекие Воспоминания В душе Человек Через 120 лет После рождения Ничего Эти глухие Воспоминания Вечно всем Уже стерты Теперь А что Дополнил Ничего Никуда Нет времени Нам нужно Очень много Сделать Нужно успеть Теперь Митцвод Вильинский Гаон Перед смертью Даже Ну как бы Чуть не заплакал Или что-то Так не сразу Понял Человек Только жил Духовностью Вообще Ничего Его так Знать Не было Стремления К материальным Вещам И что же Почему же Заплакал Что он Смерти Будет бояться Знает Что это Лам Габа И Зиф Ашхина И всё Нет Он сказал Что В этом мире Он говорит Я мог За Относительно Разумную Сумму День День Купить Этрок Не просто Слават А потом А Я уже Не смогу Купить Этрок Я уже Ничего Не смогу Сделать Здесь Я мог Купить Этрок И сделать Мир Лучше Он им Сказал Этрок Почему Пусть Этрок Это Симон Малху Здесь Я уже Мог Заниматься Реализацией Быть Партнером С Всевышним И делать Что-то Для него А там Я что Буду На почетной Пенсии Республиканского Значения Я буду Сидеть Легенот Мезифа Шхена Это конечно Очень важно И все равно Надо туда войти В тот мир Но я ничего Не могу Сделать Понимаете Он просто Заплакал Совершенно Это будут Потеряны все Сыновья Это меньше Всего Ажидаю Но Я перехожу Туда Я уже Не смогу Это сделать Это может Какая-то Другая цель Существования Что? Там наверное Какая-то Другая цель Существования Неясно Понятие Цели Неясно Понятие Цели Потому что Мы Всевышнему Цель Не можем Приписать Саму по себе Как бы у нас Язык Не повернется Сказать А улама ба Когда человек Там находится То там Он находится Там где Сам по себе У него участвует Тикун улама Тикун улама Только здесь Цель у нас есть Это 6 тысяч лет Это сделать Тикун улама А там уже У нас нет Сейчас цехов Здесь По крайней мере Понять Что такое Там Ваш вопрос Правильный Там наверное Тоже есть цель Но у нас Нет никакой Возможности Адекватно Об этом Говорить Здесь Пожалуйста У нас есть Адекватно Это вот эти 6 тысяч лет Можем С вами До утра Здесь сидеть Как положено В прессах Разговаривать Об великих делах Что нам надо делать И поэтому Времени нет А человеку Сколько дано 120 лет Минус Минус Детские годы Минус 100 Минус 100 Минус спать Минус это Все Сколько остается Как не крутись Мало Так нет времени Отсюда Рац Кацви Тоже Быстро Теперь И поскольку Мы живем В Олам Ломи Тукан Олам Ашекер Ломи Тукан Акон То есть Одни препятствия Все время Препятствия Не просто Что ты Надо прыгать По этим Как они называются Бег Без препятствий Мы же Спорт у нас Все равно Какой-то Да 110 метров С барьерами 440 метров С барьерами 3000 метров Компты Тоже С препятствиями Это не только Это И не Эти препятствия Это ерунда А то Что есть Как мы уже Я вас научил Имкали Да То есть Ситра Хара Внешний Хитсонин Устройство Внешних сил Которые Все время Смотрят Он же Ецер Гора Все что угодно Так это Все в том же Компании Все одна Компания Смотрят Все время На человека Тут тебя Толкнут Тут тебя Это самое Тут тебя Избить И всегда Методом Который Нельзя угадать Никогда Почему Потому что Никогда Ецер Ранее Говорит Человеку Поступай Плохо Что ты Действительно Так хорошо Живешь Ты должен Стать Плохим Человеком Это Просто Эффективность Таких Подсказок Равна Нулю Всегда Будет Только Подсказка Станешь Еще лучше Станешь 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 Смотри Зачем Утром Встать И идти В синагогу Или учить Тор Ты должен Набраться Сил Поспи Еще Два Часа Не Я говорю Реальные Вещи А вы Говорите Какие-то Нереальные В четыре Встает Может Четыре утра Имейте Да Они пошли Полчетвертого Отдохнуть На полчаса И вы их встретили Айн Арам Айн Това У нас Вы просто Зашли Кому-то Он в четыре Часа Протирает Глаза Встает Что он уже Подумает На полчаса Тому назад Пошел Спать Нет Это он просто Шутит Это явно Пошел Полчетвертого Отдохнуть И в четыре Встал Геборка Ари Ласот Рациона Вихарше Башамай Все Это уже Еще раз разобрали Теперь Значит Что у нас Есть четыре элемента Цель Потом у нас Есть Что нужно Быть легким И пойдем Не откладывать На пять дней Вперед Потом нужно Достаточно энергично Торопливо Делать Не в панике И не это Но понимать Что время Может пропасть Тоже И еще Гебор Нужно быть Гебор Это Не Сильный Который Крушит А сильный Который Может устоять От давления Всяких Всякие Подсказки Всякие Давления Всякие Препятствия Такого Рода Вот четыре Элемента Которые Нам очень Будут Помогать Я думаю Я думаю Что вы Не удивитесь Если Я вам Расскажу Что Эта Фраза Начинает Шулхана Рух Великий Рафиосов Корол И это Еще До него Тоже Каждое Слово Это Шулхана Рух Законы Еврейского Народа В первом Параграфе Уже Вот это Вот эти Слова Потому что Без них Весь Шулхана Рух Не стоит Ломаного Гроша Если Нет Цели Человека Если Нет Легкости Если Нет Спорости Рад Да Если Нет Возможности Преодолевать Человек Бескребетный Бессильный Такой Сякой Беспринципный Что Будет Что Ему Шулхана Рух Даст После Это Только Посмотрит Да Посмотрит Скажет Неподъемное Все Дело Рад Еще Как бы Имеется Ввиду Наверное Рацион Тот же Корень Да Потому что Если Нет Рацион Далеко Не убежишь То есть Побежишь Перушим Да Перушим Они Против Перушим Но Просто Эти элементы Такие Это Рацион Все В первом Там Где Цель Потому что Когда у Человека Нет Цели Значит Он Может Бегать С Нет Откуда Возьмется Цель Мы Говорим Всегда Цель Только Когда У человека Своя Цель Никто Подсказывает Но Если У человека Нет Цели Откуда Он Возьмется Нет Цели То Все Махшавод Или Все Рационоты Уже Не Помогут Нет Если Нет Цели Понятно Будет Будет Отоптаться На Место Будет Просто Мечтать Лежать На Печке И Фантазировать Должна Быть Цель Цель У нас Причем Очень Такие Достаточно Мягко Определенные Хорошо Определенные Нашему Народу Каждому Иврею Такие Как Выполнимые Не Просто Так Дикие Цели Вот Я Хочу Еще Уже Нет Времени Еще Только Сказать Смотрите Что Интересно Получается Намер Гематрия 290 Так Как И Слово Раци Ну И Сказать Ну И Что Опять Какие-то Игры В арифметику Но Это Не Все Так Намер Очень Часто Является Символ В себе Содержит Какой-то Негатив В отличие Арье Это Намер Это Не Очень Получается Так Что Мои Цели Как У Намера Должны Так Мне Говорят Что Намер Мы Потому Здесь Берем Потому Что У Есть Свойство Что Он Бежит Это Действительно Вы Знаете Что Тигр Или Леопард Очень Даже Бегает Вот Так Мы Значит Видим Что Уже Цель И Намер Даже Если Негатив То Мы Уже Видим Радское Цви А Цви Это Кошерное Животное Вы Знаете Цви Это Кошерное Животное То есть Мы Видим Что Здесь Кое Что У Нас Тоже Хорошо Получилось И Мы Должны Этим Тоже Воспользоваться Вот Тот же Самый Цви Не Просто Кошерное Животное Но У него И Тоже Своя Интересная Как Гематрия 102 Которые Тоже Я Здесь Не Берусь Может Безрато Шем Следующий Раз Да Потому Что Я По Времени Вижу Я Хочу Пурю Хотя Бо Две Фразы Сказать Да 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 Что Это 102 112 Цви 102 Цви Это Что 90 А 90 Тоже Я Потом Безрато Шем Расскажу Интересную Гематрию Здесь Нужную И Просто Так Вот Три Конечные Не 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 Потерпим Безрато Шем Теперь Насчет Следующего Занятия Значит Те Кто Не Живут В Иерусалиме У вас Нет Проблем Но В Иерусалиме Я Решил Что Тоже Нет Проблем Безрато Шем И Можем Встретиться В следующий Понедельник Потому что Пурим Заканчивается В 6 Часов Если Человек Даже Не Может Отличить Между Барух Мордыха И Арур Гаман То Если Его Различие Чуть Чуть Затуманено Сейчас Мы Об Этому Скажем То Он Все Может Немножко Прийти В себя И Быть Здесь Как Следует Пол Десятого Безрато Шем Это Те Кто Живут В Иерусалиме Кто Не В Иерусалиме У Ни Даже Постановки Вопроса Я думаю Что Может Я Еще Должна Спросить У Хозяина Потому Что Как Б Такой День Вы Думаете Что Здесь Будет Лежать На Полу Я Подозревать Могу Я Должна Спросить Всегда Всегда Всех И Чтобы Мы Уже Планы Должны Успеть Послушать Мирю И Притес Кто Какой Мирю Нет Мирю За Пределом Иерусалима У всех Кончается Воскресенье Вечером У нас Начинается Воскресенье Вечером И Мы Безрато Шем С вами Все Послушаем Воскресенье Вечером И В понедельник Утром И Как Я Сказал В 6 Вечера Она Заканчивается Пурим В 7 Пурим Это Утром Вечером Это Просто У нас Вечером Нет Никаких Заповедей Ни Сиуды Ничего Совершенно Никаких Мишло Ахманот Ничего Если Вам Кто-то Дал Дайте Обратно Такое Другое Чтобы Никто Не Обижался Но В принципе Никаких Заповедей Нет Совершенно Вся Работа Пурим Это Геулла Только Может Утром Я Глубокий Вечером Не Может Быть Никакой Работой В Пурим Мы Читаем Регилат Истер Там Есть На То Какие-то Причины Чтобы Победить Темноту Мрак И Все Такое Но Митцфот У нас Это С утра С утра Нужно Утром Нельзя Начать Делать С вечером Чего Услов Молота Нет Вы Можете Приготовить Дома Сделать Нет Я Понимаю Я Говорю Так Как Закон Что Я могу Сделать Закон Так Я Не Могу Его Поменять Значит Сделали Вот Это В синагоге Прослушали Мегилат Шахарит Закончил Шахарит Желательно Максимально Быстро Дать Мишло Ахманот И Дать Мишло Ахманот Это Одному Человек А Матанот Левьяним Двум То есть Нужно Либо Двум Бедным Людям Которых Невозможно Найти Есть Габайт Сдака Коробки В синагогах Стоят Для таких Благородных Целей Туда Положил Деньги И уже Выполнил И дальше Дал кому Нибудь Или в самой Синагоге Или в первых Или соседах Прижлежащих Сразу же Даешь ему Утром И выполнил После этого Лучше всего Утром Если кто-то Хочет действительно Качественно Сделать Все Моментально Утром В 9 утра В 10 утра Уже Утро Значит Взял Кусок У нас же нет Леха Мишны Взял Кусок Хлеба Еще что-нибудь Говорят Написано Что кусочек Рыбы Хорошо Значит Какие-то Овощи И Значит Выпить Пить Это только Вино Никакие Выдумки В тех Странах Где не было Вина Какие-то Водки И прочее К пурь ему Не относятся Исключительно Значит И пошел И спать Что тут Есть Как следует Написано Вы думаете Придумывая Все Сам сижу И выдумывая Вам 15 Гладков Скажите Честно Так подумали Или нет Или все Так Или все Не так Вы не хотите подумать Я сам придумал Откуда Везда Откуда Везда Вот Пожалуйста 12 Лет Пожалуйста Да Ахилла Что Такое Ахилла Ахилла Это Ахал Юдгей Что Такое Штия Шат Это Шата Юдгей И тут Нужно 15 Гладков И 15 Кусков Вместе Юдгей Почему Юдгей 10 Гей Опять А почему 15 Потому что Открывается Ими Всевышний Юдгей Открывается Высокий Впури Открываются Высокие На небе Понятия И мы Внизу Должны Это тоже Помнить И сделать А как Ими Использоваться Как Лет Лет Таких 15 Стаканов Выпил Сухого Вина 15 Больше Не надо И пришел На занятия Вечером Вечером Нет Нет На утром В 10 Утром Надо Это Выпить Все необходимые Принут Во-первых Перепутаешь Точно Барух Не понятно Кто 20 минут Поспать И Пурим Выполнен Наилучшим Путем Нужно Всегда Когда Такое Пьем Вино Яин Это 70 Значит Мы Хотим Чтобы Открыли Все У нас Шевим По ним Датурам Всегда У нас Что Есть Что Легформент Всегда Нужно Думать Об этом Поэтому Водку Незачем Пить Потому что Какие там Нетковонок Нужно Сухое Хорошее Вино Я сказал Глотки То действительно Люди Подумают Что нужно 15 Таких Стаканов 15 Глотков Это Много Или нет Специалисты Много Ну да Я думаю Это Один Стакан Мне Предложили Практические Занятия Провести Возьмите Такой Стакан И сделайте С водой И сделайте Эксперимент 4 глотка Это Полстакана Чайная ложка Провести Нет Смотря Какие глотки Нет Сирение Млолугмав Млолугмав Это 40 грамм Примерно Смотрите Бурная дискуссия Правильно Потому что Есть Гологическое Понятие Млолугмав Это Порядка 40 грамм Поэтому Это 3 стакана Получится У меня Получилось 75 грамм Чего Кто сказал 5 грамм Чего Что Все были здоровы Что еще Про Пориум Сказать Больше нечего Главное Сказал Матанот Сказал Почему Матанота Сказал Сказал Левьяни Мишло Ахманот Сказал Мигелат Истер Сказал Гилуй Ород Высочайшее Происходит После этого Вы 15 раз Выпил 15 раз Поел Кусок Глоток Кусок Глоток Сначала Глоток Кусок Глоток Кусок 15 раз Все Пошел Спас Я ничего не знаю Вот Видите Вот У меня шпаргалка Я ничего не знаю У меня шпаргалка Орел Кадош Сказал Выше Никто не сказал Ему пророк Ильяу Сказал Кто мы И кто это Остаточно Дай Бог А можно читать Конечно Любые Это Вообще Всегда Годица Иседр Все Все получили Инструктаж По выпивке Тоже имеете Кто бы мог подумать Куда вы собираетесь Инструктаж По выпивке Всего доброго